Электроник Артс отменили разработку Энтом НЕКСТ Серьезно, здесь есть хотя бы один человек, который ждал и нового исхода после новости о том, что Электроник Артс собираются наглянуть к BioWare в офис и проверить, насколько проект перспективный. Электроникс, сука, Артс. От Энтома из всех возможных игр. От игры, от которой никто не ждал ничего хорошего, когда она выходила, никто не любил, когда она вышла, и никто про нее не вспомнил, когда она загнулась еще тогда. Год назад. Ровно. Год назад, кстати говоря. Круглая дата. Единица. 25 февраля 2020 года. Последние обновления 1.7.0. Все еще можно приобрести, кстати, даже по щедрой скидке. Спасибо большое Электроник Артс. Правда, учитывая то, что мы говорим про буквально мертвую игру, теперь даже без метафоры 600 рублей, это все еще примерно на 600 рублей слишком много. Я пытаюсь вспомнить любые, максимально комплементарные отзывы, которые я мог об Энтом слышать, когда она только выходила. Потому что все, что мне приходит на ум, это то, что над ней потешались, как над клоуном-алкоголиком. Кто-то говорил, что летать в дживелине довольно прикольно. Кто-то говорил, что импакт от ультимейтов, как у нас в русских деревнях говорят, неплохо чувствуется. Это все. Вся короткая жизнь Энтома и его безвременная кончина — это не только одна большая шутка, хотя она в том числе. Это поучение. Это урок на будущее для тех, кто, по примеру Тодда Говарда, продолжает повторять, что главное — то, чем игра станет впоследствии, а не то, в каком виде она вышла. Вся непродолжительная жизнь и безвременная кончина Энтома — это не только смешная шутка, это поучение. Это урок на будущее для тех, кто повторяет слова Тодда Говарда о том, что главное — чем игра станет в будущем, а не то, В каком виде она вышла Он это говорил про Fallout 76 Последнее, что я слышал про Fallout 76 После многочисленных патчей и дополнений Он наконец-то стал похож Более-менее на современный Fallout И до него абсолютно никому нету дела Теперь Я не думаю, что можно сравнивать Энтом с чем-нибудь вроде No Man's Sky Или Final Fantasy Какой там, 14-й по счету? Какая из них ММ-шка? По-моему, 14-я, если я ничего не путаю Нельзя сравнивать Энтом с играми От которых кто-то ждал чего-то хорошего поначалу Потому что давайте смотреть в лицо правде В отличие от Final Fantasy и No Man's Sky Энтом в руках Electronic Arts И был мертворожденным с самого начала Лучшее, что с ним можно было сделать Это добить, чтобы он не мучился И посмотрите, где мы теперь Я до сих пор помню тот день Пару недель назад Когда я впервые открыл статью Нашего всего единственного игрового журналиста Настоящего на всей планете Джейсона Шрайера О том, что Electronic Arts Собираются наглянуть в офис к BioWare И посмотреть, как там идет работа над Энтом Next Тем самым знаменитым перезапуском Энтомом 2 Который должен исправить все ошибки И дать покупателям уровень Которого они заслуживают Заплатив за игру полную цену Что, наверное, стоило сделать с самого начала Но только не в этой индустрии, пацаны О чем вообще идет речь Я уже тогда Уже тогда сказал Что рассчитывать на возрождение Рассчитывать на то, что его не отменят Не стоит, правда И технически, да Меня теперь можно называть Профессиональным видеоигровым аналитиком Наверное Но я, если честно Не чувствую достижения какого-то Потому что Предсказывать то, что произойдет С вероятностью 98% Можно Но это много кто умеет делать Это правда не было Настолько невероятным исходом событий Потому что Ну что еще могло произойти Франшиза До которой никому не было дела Включая ее создателей Студия Которая смогла выделить 30 человек 30 человек Это ААА-студия От крупного издателя Для работы над этим крупным Вроде как ААА-проектом Который Кем-то таковым считался Я полагаю Ну ценникам Которые на него повесили Да, это определенно был ААА-ценник Когда Electronic Arts Известный всем Издатель Очень любящий закрывать Студии и проекты Приходит в офис Посмотреть Как там поживает франшиза Которая уже год Не приносит нам бабла А только его сосет Не в очень больших масштабах Но все-таки могла бы и не сосать Стоит ли ожидать от нее Хотя бы чего-то хорошего Конечно нет Это Electronic Arts Сколько раз мне нужно Повторять это словосочетание 30 человек ААА-студии Это немного Если кто не понял Это по сути обозначение того Что никто в это Энтом не верит Может быть Они рассчитывали на чудо Может быть Даже сам Electronic Arts Рассчитывал на то Что он через год придет Посмотрит На результат их работы И скажет Да, действительно У этого есть потенциал Для того Чтобы выпуститься В ближайшие полгода За полную цену снова И кстати говоря Мы будем просить Эту полную цену От тех Кто купил первый Энтом В том числе И микротранзакции Тоже не забудьте И чтобы она приносила нам Бабло полноценно Нет, естественно Этого не произошло бы Потому что 30 человек Не могут сделать шедевр за год Даже когда мы говорим Про Байовар Который за год Сделали Dragon Age 2 Уж что про него Не говори Но результат у них Получился гораздо лучше Чем мог бы быть За один сука год С Энтомом Такого чуда Не произошло бы Слухи и предрассудки Назвал тогда эту инфу Представитель Electronic Arts Две недели спустя Энтом официально закрывается Позвольте мне Байовар А не Electronic Arts Рассказать вам Насколько мы виним себя В этом И насколько все плохо Давайте почитаем Дорогие друзья Когда коммерческая корпорация Начинает свое обращение Со слова друзья Это всегда хороший знак Позвольте нам быть С вами честными И открытыми Мы приняли Тяжелое решение Мы Кстати говоря Он пишет именно С такой формулировкой Мы Приняли решение Не продолжать Разработку Энтома Так же известного Как Энтом Next Мы однако Будем поддерживать Текущие сервера Энтома 1 В том состоянии В котором они находятся На данный момент С первого же Предложения Начинается Откровенная Электроникарцевщина Все прекрасно знают Правду Но у них Просто не хватило Шаров У них Не хватило Шаров Для того Чтобы взять Эту ответственность На себя Сказать Что мы Приняли Тяжелое решение Не продолжать Разработку Энтома 2 Мы Электроник Артс Не Байовер Которые Я не знаю Верили они В него Или нет Может быть Они и сами Не хотели Им особо Сильно Заниматься Но Мы же Все прекрасно Понимаем Кто на самом деле Принял Это решение Правильно Мне же Не нужно Продолжать Вам намекать И дальше Это были Электроник Артс С того самого момента Как запустился Энтом 1 Мы в поте лица Работали над тем Чтобы улучшать игру Над тем Чтобы предоставлять Вам все больше И больше обновлений И многочисленные Улучшения для игры И конечно же Контент В который Вам было бы Весело играть Но К концу 2019 года Нам нужно было Реструктурировать Игру Мы поняли Что в том состоянии В котором она находится Продолжаться Все это дело Просто не может Во время разработки Мы периодически Делились с вами Обновлениями И информацией О том над чем Сейчас работает команда И нам было Очень приятно Читать ваши Положительные Отзывы Мне конечно же Было особенно приятно Я просто с гордостью Относился к команде Которая Каждый раз Пыталась сделать Что-то новое И каждый раз Ей было весело Пробовать новый Готовый билд Так сказать Новый игровой опыт Получать Извини конечно Кристиан Дейли Которому пришлось Занять эту должность После того как Предыдущий Генеральный продюсер Энтома Или геймдиректор Или кто он там был Короче говоря Предыдущий главный чувак Свалил Без объяснения причины Все думали Гадали почему Но все в общем-то Понимали почему Но я тебе не верю Я не верю Что положительных отзывов Было достаточно много Для того чтобы Оправдать существование Вашей команды Скорее всего Ребята смотрели На 1-2 Положительных отзыва Понимали что Рано или поздно Придет электроник Кардс И скажет Закрывайте вашу Долбаную контору Мы больше не будем Тратить на это деньги Но им нужно было Во время ковида Продолжать кормить семьи Поэтому они делали Что могли Как могли Скорее всего По факту Именно так Все это дело И выглядело Я конечно не знаю Наверняка Но предполагаю Раз уж я Настрадамусом Видеоигровым записался 2020 год был тяжелым Для всех нас И в том числе И для Байвер Которые в условиях Работы из дома Чисто физически Не смогли быть Настолько же продуктивными Насколько они были бы Работая из офиса Но ковид Это такая ситуация Что нам пришлось Заботиться о безопасности Нашей команды В первую очередь Обо всем остальном Во вторую Вот в это заявление Я поверить могу Уже с большей вероятностью Но не знаю В каких масштабах Я лично никогда Разработкой видеоигр Сам не занимался Может быть Он говорит чистую правду Но Какие у них были планы Да В каких масштабах Они должны были успеть И что именно Они не успели Так ли много Учитывая Что они работали Командой из 30 человек Я предположу Что 30 человек Это примерно Там размер Хэллоу геймса Какого нибудь Я не знаю Сколько там Хэллоу геймс Сейчас активно На дноу мэн скай Работают Ну человек 50 Может быть Ну или все-таки Поменьше Ну где-то вот В районе 30 Давайте Ради чистоты эксперимента Я думаю Что организовать 30 человек Даже в условиях Работы из дома Это гораздо проще Чем организовать 200 человек 300 человек Которые работают Над более крупными проектами Над новым Драгон Эйджем Там каким-нибудь Над новым Масс Эффектом Ну знаете Такой стандартный Размер для Триплэй Команды какой-нибудь Скорее всего Исходя из множества Косвенных факторов Люди которых назначили Над этим проектом Работать Сами в него Тупо не верили И результат Налицо Я понимаю Что это объявление Будет крайне неприятным Для игроков Вентом Для нашего верного Комьюнити Которая продолжала С позитивом Принимать все Новости И все обновления Которые мы им Показывали Для команды Поверьте Это стало настолько же Неприятной новостью Они так старались Такую замечательную Работу делали Для меня В конце концов Отлично для меня Опыт работы над Энтом За последние два года Был одним из самых Трудных Но при этом Самых Вознагражденных Да вот Самых таких вот Приятных В плане результата Из всех Что у меня были За всю мою Карьеру Разработчика Видеоигр Но вы должны понимать Что разработка игр Это очень тяжело И подобные решения Не получается Их принимать С легкой душой Всегда это очень тяжело Но Двигаясь вперед Нам нужно сфокусироваться На чем-то более достойном Нам нужно сфокусироваться На разработке Драгон Эйджа И масс эффекта Потому что Это уже установленные Франшизы Которые люди уже любят И у них есть Хотя бы какая-то Гарантия успеха В отличие от Энтома От которого никто Не ждал абсолютно ничего И когда он Ушел на покой Никому не было до него дела Ах да Еще нам нужно Вкладываться в обновление Для Star Wars Дуалт Репаблик Ну-ка Дайте угадаю Я сейчас прям деньги готов Поставить половину из вас Скорее всего Дуалт Репаблик Это проект Байовар Ну признайтесь честно В комментариях Напишите Ну и заодно Подпишитесь тоже Если вы до этого момента Досмотрели То наверное вам интересно Но опять же Второй раз уже я вижу Этот абзац Где они Скорее всего Спровоцированно Берут ответственность На себя Это мы Байовар Приняли решение Закрыть Энтом Но Только мы же Все прекрасно понимаем Что люди Которые выделяют На разработку Этого потенциала Деньги Скорее всего Приняли решение Потому что Если бы мы жили в утопии Где деньги бесконечные Все работают за идею И нету таких понятий Как голод Холод Необходимость платить налоги Необходимость платить коммуналку И прочие страшные вещи То разработчики Могли бы Работать в свое удовольствие Над своими любимыми проектами Сколько угодно Без каких-либо ограничений По времени Но мы не живем В идеальном мире Мы живем в мире Где Electronic Arts Заходит в офис к Байвер И говорит Эта хрень не приносит нам деньги У нее не достает потенциала Поэтому мы ее закрываем Валите к чертове матери Куда-нибудь еще В лучшем случае Им дадут работу В другой команде Им дадут работать Над драгон эйджем Или над масс эффектом Опять же Единственными франшизами Которые до сих пор Приносят этой студии бабло Из-за которых Она до сих пор жива И да я настаиваю Что пока что она жива Пока что Только за счет них Я говорил это в прошлый раз И повторю снова Кто-нибудь из вас удивится Вот на полном серьезе Тоже можете об этом В комментариях написать Кто-нибудь из вас На полном серьезе удивится Если Года через два После того Как выйдет следующий Масс эффект Следующий драгон эйдж Байвер к чертове матери Закроется Точно так же Как было с Висерал Геймс Например Или еще там Двадцатью студиями Которые Electronic Arts Закрыл За нерентабельностью За то что они Не оправдали их ожидания Это то что они Постоянно делают Они посмотрят на продажи Увидят что они В принципе хорошие Но не настолько хорошие Не такие гигантские На что прям Electronic Arts рассчитывал И они скажут Ну да да мы понимаем Байвер как бы крупный бренд Все его любят Несмотря на то что В сердце основателей Из него уже давно свалили И Байвер текущая Она абсолютно Ничего общего не имеет С той которую Люди любили когда-то давно Когда она выпускала Какие-то оригинальные Интеллектуальные собственности Типа там Масс эффекты Драгон эйджи Того же самого Но Сами понимаете Как бы Финансовые отчеты Не очень красивые Мы не заработали Всех денег мира Поэтому придется нам Выкинуть народ На мороз Может быть кто-то Получит работу В наших других студиях Было бы Было бы прикольно Бизнес пацаны Бизнес Лично я не удивлюсь Но я и не особо расстроюсь Той самой Байвер Которая делала Великие франшизы Ее больше нету Скорее всего Четвертый драгон эйдж Будет ок Скорее всего Новый масс эффект Будет Ну после Андромеду Уже скорее всего Не такой ок В зависимости от того Какая команда Над ним будет работать Но скорее всего Тоже ок И после того Как у них выйдет Два ока Можно будет в принципе Контору закрывать Ничего страшного Обращаясь к коммунитентам От разработчиков От издателей Но главным образом От разработчиков Конечно же Потому что В таких вопросах Всегда их нужно Кидать под поезд Чтобы если что Весь хейт приходился На их счет Хотя по факту Виноваты конечно Электроник Арт Мы больше не увидим Обновлений по дорожной карте Знаменитой дорожной карте Вот это вот Великое слово 2018-2019 года Мебная я бы даже сказал Которая обещает Что игра будет хорошей Чуть позже Где-нибудь через год Может быть через два Но вы заплатите полную цену Сейчас А хорошая она будет Немножко позже Обновления будут Обещаем пацаны Патчи будут Обещаем пацаны Ребаланс будет Обещаем пацаны Ой извините Извините Мы начали делать Новую игру И ее отменили И короче Теперь вам нужно Просто забыть Про то что Эта штука Когда-либо существовала Но хей Сервера по крайней мере Живы для тех из вас Кто все еще Наслаждается этим Симулятором Синглплеера Но почему-то В мультиплеере Из-за того что Джавелины прикольно летают И что-то там Импакт чувствуется А Anthem 1 По сути Это и есть Живой труп Это игра Которую В минимально Переносном смысле Держат на системе Жизнеобеспечения Которой Не дадут умереть Потому что Я не знаю почему Может быть Какой-то пункт Прописан в лицензионном Соглашении Что Electronic Arts Обязан поддерживать Сервера до какого-то Определенного момента После чего Они их закроют И забьют На все это дело Зароют его Как можно глубже И притворятся Что его никогда не было Мне кажется Было бы лучше Если бы они зарыли Его прямо сейчас И притворились Что ничего не было Прямо сейчас Чем меньше позорится Тем лучше Но наверное Какие-то законные Обязательства у них есть Я предполагаю Я не читал соглашение Но вот эти слова Их не нужно воспринимать Как какую-то грустную новость Они были вполне ожидаемыми Их нужно воспринимать Как урок Их нужно воспринимать Как доказательство того Что Тодд Говард Был не прав Все же помнят Знаменитые слова Тодда Говарда Про то Что неважно Какая игра запустится Подразумевая Игры-сервисы Мморпагер И всякие такие штуки Важно Какое оно станет В будущем Ведь когда Ворд оф Варкрафт Только запускался Много лет назад Он ведь тоже Представлял из себя Что-то совершенно другое Не то чем он В итоге стал Ну да Действительно Только Ворд оф Варкрафт Тогда много лет назад Был хорошей игрой В которую люди Хотели играть уже тогда Которая уже на тот момент Предоставляла Достаточно хороший продукт Достаточно хороший сервис Чтобы за него Можно было требовать Ежемесячную подписку Fallout 76 Не был таким продуктом Энтом Не был таким продуктом Но почему-то К нему применяются Те же самые стандарты Потому что Индустрия очень сильно Любит пробуждать Вас хорошие мысли Забивая на все плохие Да разумеется Чем игра в итоге станет Это очень важно Но в каком состоянии Она выходит изначально Ничуть не менее важно Потому что люди Должны получать Оправдание своих инвестиций Когда они вкладываются В готовый продукт А не в акции Которые там будут расти В течении многих лет Когда они получают Полноценный продукт Они должны получать Свои дивиденды моментально Им должно быть весело И приятно моментально Почему? Ну потому что Есть игры Большое количество Игр Которые Начинают доставлять Тебе удовольствие С самых первых своих минут А это означает Что у других игр Такого оправдания Быть просто не может Про то что Ну мы чуть потом Когда-нибудь разгонимся Через 6 часов Станет весело Нет Не через 6 часов Через месяц Станет весело Через Через полгода Станет весело Вот у нас пожалуйста На дорожной карте Все написано Обещаем пацаны Практика же показывает Что дорожные карты В этой индустрии Работают с вероятностью 50 на 50 Может быть сработает А может быть нет А может быть нам нужно Будет переделать Всю игру с нуля А может быть нам нужно Будет просто взять БК за рога Затянуть пояса И продолжать выпускать К ней обновления До тех пор Пока люди не начнут Ее любить Как было с Snowman's Sky И хорошо Хорошо что у нас есть Примеры игр Которым везет У нас есть Файнал фэнтези У нас есть Snowman's Sky Но с другой стороны У нас есть и Волф Кто-нибудь помнит И Волф Я тоже не помню А он был И у него тоже было Переосмысление До которого Никому в итоге Не было дела И теперь у нас есть Энтом Очередное доказательство Того что нету Никакой знаменитой Боеваровской магии Нету Никакой гарантии Того что ваш продукт В итоге окажется Кому-то нужен Если он не был Достаточно хорошим На старте Чтобы люди полюбили Его на старте Рассчитывать На магию Рассчитывать на то Что все каким-то Волшебным образом Сложится в будущем И при этом Требуя денег В первый день В нулевой день Я бы даже сказал Это неправильно И тем более Вы как покупатели Не должны никогда На это покупаться В очередной сотый Уже раз История нам доказывает Одно и то же Никогда не оформляйте Предзаказов Чтобы потом их Не отменять Какой бы модной Эта фраза Сейчас не была Я понимаю Никогда не рассчитывайте Ни на что хорошее В этой индустрии Пока не увидите Его своими глазами И тем более Ни в коем случае Не позволяйте себе Так делать с играми С сервисами Которые С еще большей вероятностью Будут сосать на старте Потому что Не важно Какое она выходит Важно Какое она станет В будущем У нас есть Хорошие потуги У нас есть Хорошие перспективы На будущее Сейчас Я замечаю Что все больше И больше игр После прошлого года Переносится На либо Определенное Либо неопределенное Время Чисто для того Чтобы сделать продукт Максимально качественным В начале 2021 На целый год Перенесли Хогвартс Легаси Теперь вот еще Гран Туризм 7 Перенесли На 2022 год Два дня назад Такая новость поступала И этих переносов Будет еще очень много В течение года Я вам так могу сказать Не считая скорее всего Сонинских эксклюзивов Потому что Им нужно начать Выкатывать эксклюзивы Как можно быстрее Но все равно Примеров у нас будет множество Это правильное решение Даже если Студии заявляют Что оно связано Прежде всего Я очень надеюсь На то что Она также связана И с Абасрамсом Киберпанка С Абасрамсом Энтома В числе многих других Проектов Которые вышли Совершенно неоправдывающими Ожиданиями Которые вышли Сломанными Недостойными Своих денег Я надеюсь Что это послужило Замечательным антипримером Для того Чтобы издатели Сказали Знаете что Мы дадим вам Немножко больше ресурсов Мы дадим вам Немножко больше времени Просто сделайте так Чтобы у нас Не получился Очередной киберпанк Хорошо если так Я не буду скучать По Энтому И горевать по нему Не буду Потому что я не ждал От него ничего хорошего И не получил От него ничего хорошего В процессе Но я до сих пор Немножко горю За киберпанк Потому что от него Я хороших вещей ждал Может быть У них еще получится Повернуть все это дело Вспять Они вроде как Все таки выкатывают патчи Хотя вот последний патч Им тоже пришлось отсрочить Из-за хака Правда это не связано С пандемией Но там отдельная Очень стрёмная история О которой мы сейчас Уже говорить давайте не будем Это отдельная тема Но что-то хорошее От него все еще жду И было бы здорово На самом деле Все что нам остается Это рассчитывать на лучшее Но ни в коем случае Не переводите этот расчет На лучшее в деньги Не отдавайте им свои деньги Я вас умоляю Не надо делать предзаказов Не надо рассчитывать на то Что эта индустрия Будет вашим другом И даст вам что-нибудь хорошее За красивые глаза Нет не даст Пусть она сначала дает А потом вы отдаете им свои деньги В очередной раз Сука история доказывает Одно и то же Сколько это можно повторять Хайп это зло Но с другой стороны Людям нужен хайп Для того чтобы Хотя бы какой-то Просвет в их Блеклых жизнях у них был Я понимаю Я замечаю за собой Кстати говоря Что мне все сложнее Становится с каждым днем Хайповать вещи Это наверное не очень хорошо Но такой вот уж Из меня вышел человек Будьте лучшим человеком Чем я Хайпуйте Просто не платите им за это Пока не увидите Что хайп был оправдан Но с другой стороны Знаете что бесплатно На что вам не нужно Тратить деньги На подписку на канал Культал живьем Если вам понравилось То почему бы не нажать Кнопочку прямо сейчас Почему бы не поставить Лайк с комментарием Для того чтобы Нагнать мне трафику Почему бы не обрадовать Культайсика Который очень рад Что вы тратите на него время Мои дорогие блюдочки Идите сюда Субтитры сделал DimaTorzok